Учение свет, а не учение куча денег. На этой неделе неожиданно выяснилось, что только в России человек может говорить одно, думать другое, а делать совсем третье. Таким многостаночником оказался ректор Балтийского университета, которого ФСБ заподозрило в присвоении 18 миллионов рублей. Но обо всем по порядку. Это Вести Бескиселева, совместный проект канала Фьермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. В ком совесть есть и есть закон, не украдет и не обманет, а вору дай хоть миллион, он воровать не перестанет. Увы и ах, но почему-то это действительно так. Во вторник стало известно о задержании ректора Философского университета Александра Федорова. Его подозревают в присвоении и растрате денежных средств, которые ни ему, ни его заместителю-подельнице Елене Мялкиной не принадлежали. По данным следствия, оба фигуранта дела с февраля 22 по июнь текущего года действия по незаконной схеме денежных поощрений подчиненных сумели поощрить себя на 18 миллионов рублей, хотя должны были выплатить эти деньги интенсивно работающим сотрудникам. По крайней мере, именно такие приказы издавал и подписывал задержанный ректор. Но что-то пошло не так, и деньги затерялись еще в пути. Правда, ненадолго, потому как вскоре на их след вышли оперативники. Вообще, Федоров считается достаточно умным человеком. Он написал более 130 научных трудов, имеет звание почетного доктора и профессора различных госуниверситетов, в 2023 выпустил книгу «Производство будущего», а в 2024 был на встрече с президентом Путиным. Ну и, казалось бы, как такой высокий человек может отважиться на такой низкий поступок? И вообще, кто сказал, что эти деньги добыты нечестным путем? А может, он по ночам писал дипломные работы на заказ? Хотя о чем я? Зачем что-то писать и тратить на это время, когда можно что-то подписывать и тратить на это секунды? Вот именно на второе Федоров и сделал ставку. А чтобы его ни в чем не заподозрили, он вместе со своей подельницей состоял в комиссии по противодействию коррупции. Ну, не о чем удобно. Там, где надо, от себя отвел. Там, где не надо, удачно перепрятал. Теперь обоим грозит до 10 лет колонии. В среду стало известно, что остаток лета Федоров уже точно проведет в СИЗО. Какую меру пресечения изберет суд в отношении Мялкиной, пока неизвестно. Но, друзья, мне бы очень хотелось порадоваться за работу силовиков и за то, что борьба с коррупцией идет полным ходом. Но не могу. А почему? А потому что понимаю, что в нашей стране никто никого не боится. И даже предыдущие аресты предыдущих ректоров почему-то ничему не научили ректоров нынешних. То ли излюбленные русские авось, то ли бесстрашие и бессмертие. Но вы же понимаете, почему это стало возможным? Да потому что это такие, как Федоров, умело цепляют на себя маски патриотов и носителей традиционных ценностей, громко кричат о поддержке курса страны и, в общем-то, не боятся даже персональных санкций. Ну и кто, скажите мне, кто после этого заподозрит положительного во всех отношениях ректоров коррупции? Да никто. Этим Федоров и пользовался. Впрочем, пока дело находится на расследовании. И никто не гарантирует нам, что по его итогу деньги Федорову вдруг не окажутся подкинутыми, а в деле не найдется украинский след. А на этой неделе стали известны подробности другого нашумевшего дела – захвата террористами ростовского СИЗО. Один из выживших заговорил и рассказал много чего интересного. Ну, например, что ножи и флаги с исламскими надписями в камеру заключенным приносили сами сотрудники СИЗО. Но, конечно же, не бесплатно. Стоило это 5000 рублей и ограничений, в общем-то, не имело. Сколько нужно было, столько и можно было. Об этом на первом допросе рассказал участник захвата заложников Даниил Камнев. Помимо способа приобретения холодного оружия, он также поименно указал продавцов и пособников побега среди сотрудников режимного объекта. Теперь каждого из них ждет строгая проверка, а если не повезет, то и уголовное дело. И вот как после этого жить? Жить среди тех, кто, по идее, должен был бороться со злом, а не примыкать к нему. Но самое страшное здесь даже не в этом, а в том, что рука руку, естественно, не откусит и простит своим сотрудникам такую маленькую оплошность. А вот они, в свою очередь, на Камнева могут и обидеться. Так что в лучшем случае он повесится сам, в худшем в его голову вернут изъятую пулю. А между тем депутаты партии «Справедливая Россия» нашли еще один способ увеличить доходную часть бюджета. На фоне прогрессивной шкалы налогоблажения, принятой на этой неделе, они предложили удвоить налоги и тем россиянам, которые имеют гражданство недружественных стран. И вроде как все правильно, ведь двойным гражданством в России страдают в основном депутаты и чиновники. Но нет, оказалось, что свой гнев «Справедливая Россия» в большинстве своем направили на иностранцев, получивших российский паспорт. Вот они и станут объектом действия нового законопроекта, согласно которому иностранцев будет всего полгода на принятие решения, с нами они или враги ходячие. Кстати, не обошли вниманием инициаторы проекта и Таджикистан. Они потребовали отменить ранее заключенный между нашими странами договор о возможности иметь двойное гражданство. И так же, как и остальных, поставить многочисленных таджиков перед выбором. Но зачем это «Справедливая Россия» лично я так и не поняла. Больше, конечно, все это смахивает на отработку количества предложенных законопроектов. И если это так, то обсуждать здесь по большому счету нечего. Ведь депутаты все равно останутся при своем, а инициатива вряд ли дойдет даже до первого чтения. Хотя идея могла бы оказаться работающей. Ну вдруг. А еще на этой неделе в очередной раз обсуждали аборты. Правда, не в Госдуме, а в РПЦ. Протеерей Андрей Ткачев во время своей проповеди вдруг начал втирать женщинам, что они не имеют права лишать жизни будущего ребенка. Потому что ею он только зачат. А вот принадлежит исключительно Богу. Если понесла женщина в очереде, не тронь, не твое. Не смей убивать зачатая. Там живет человек, не знаешь, кто родится. Может композитор, может инженер, может освоитель севера, может просто хороший слесарь и отец семерых детей в будущем. Не знаешь, кого носишь, не трожь его, он живой. Не твое это. У тебя в очереде не твое. Не трожь. Попробуй только убей зачатая. В порошок будешь сотренать. В порошок. Никакого счастья никогда не будешь иметь. Не трогай и зачатывай. И все бы ничего. И можно было бы понять Ткачева. Но только в том случае, если он и ему подобные после рождения возьмут такого ребенка и на попечение, и на воспитание. Вот это было бы адекватно и природе, и тому, что он сказал. Женщина принесет в мир новую жизнь, а церковь даст этой жизни и хлеб, и воду. Но ведь нет. Ткачев говорит о том, что именно мать и должна нести все тяготы жизни за принятое ею решение. Тогда, простите, какого хера в отношении матери и дитя вмешивается представитель церкви? Он там кто? Отец? Ну как бы да, но нет в ребенка. Поэтому родишь такому, а он, кроме как кормить святым духом, ничего больше предложить-то и не может. На алименты и на те не способен. Поэтому аборт это, конечно, страшно, но дело личное и дело каждого. От хорошей жизни на них точно не соглашаются. А вот как быть, если ты нелюбимый ребенок в семье, потому что нежеланный, об этом почему-то никто не задумывается. Вот как-то так, друзья. Ну а на этом у меня все. Увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока.